И вновь здравствуйте, господа и дамы, с вами Севен, и мы сегодня посмотрим такую игрушку, как Blind Survivor, в общем-то слепой выживший, к сожалению, почему-то название не влезает полностью в окошко, хотя вообще-то окошко 800 на 600 и должно как бы влезать, ну ладно, неважно. А суть в том, что эта игра, в общем-то, подойдет как для зрячих игроков, так и для незрячих, точнее, потому что никакой графики вот здесь не увидите, все, что здесь будет у нас, это только звук и черный экран, поэтому я буду для обострения каких-то всех прочих чувств играть с закрытыми глазами, и, в общем-то, я советую вам даже смотреть с закрытыми глазами, и, естественно, в наушниках, потому что я это буду, например, в наушниках все делать. А, здесь все на английском, и это я не буду переводить особо, суть в том, что хрень какая-то происходит. Тем более, я не все слова понимаю, что он говорит. В общем-то... В общем... Да, хватит. Спасибо. В общем, мы играем за слепого выжившего, все логично. И что-то он там вначале говорил, то что, ой, я там выспался, что-то там про радио сказал, я не поняла, честно говоря, вообще, какое он слово сказал, не смогу перевести. И дальше сказал то, что, надеюсь, что мой сонар работает. Сонар у нас на правой кнопочке мышки. И, в общем-то, он нам... Часики? Надо сделать погромче. Так, где-то у нас прямо вот рядом, вот где-то... Вот сейчас прямо перед нами у нас костер, я так понимаю. Где-то что-то тикает. Вот там вот впереди. Так, вот где-то прямо... А! Стена прямо здесь. Не могу пройти дальше. Господи, такое ощущение, что Пьюдипай говорит. Очень похожие акценты, голос даже. В общем, суть в том, что у нас есть сценарий, он нам подскажет, что перед нами находится. Точнее, не что, а есть ли что-то перед нами. В общем-то, он очень мерзкий по звуку, но придется терпеть. Так, вот там, вот туда можно идти. Так, сейчас придется его включить. Так, подождите, а, господи, какой-то... Так, стопьте, я не понимаю, куда я иду. Я уже сто раз повернулась, пока я это делала. Я уже заблудилась, где я. Так, по-моему, мне надо сюда идти. А, стена! Ну, туда пойдемте. Вот, о, мы приближаемся. В общем, мы идем, как я поняла, по какому-то коридорчику, причем который... Вот комнатка у нас была квадратненькая, например, да? Где костерчик горит. И вот от нее, например, на север коридорчик, потом он свернул направо. И сейчас он, по идее, должен свернуть налево. Вот туда. Стоп. Здесь вообще ничего перед нами нет. Пойдемте вперед. Где я? Замолчал. Что-то мы... Куда мы попали? О, как-то мы далеко ушли. Ой, где мы? Ой, боже мой. Так. Подожди, я слышу радио. Так, мы идем к радио. Какого черта я слышу кого-то? Ну, давай. Это чертово радио не работает. Боже, я не... У меня нету выбора. Я должен пересечь... Мост, по-моему, что-то там. Может быть, я что-то там, но я сама себя заглушила. Так, оттуда мы, по-моему, пришли. Судя по тому, что у нас коридорчик был прям-таки напротив радио. А, ладно. Что-то там полис, я слышу. О, пойдемте туда. А, стенка так близко. О, прям. Пойдемте. У нас здесь, кстати, выстрел на левой кнопке, потому что у нас пистолет вообще-то в руках. И я так подозреваю, нам придется с монстром драть. Это вообще жесть. Я не представляю, честно говоря, как это будет выглядеть. Но это будет очень... Мне кажется, я буду орать, как побитая, сами знаете кто. О-па-па. Трубы какие-то. Чертов дождь. Ага, я должен следить за своими шагами. В общем, очень скользко, я так подозреваю, да? О-па-пам, а-пам, на улицу вышли. О, очень далеко. Что-то там... Что-то есть? Подожди, подожди. Вот туда можно уродить. Так, мы вышли на улицу вообще очень хорошо. Так, тут что-то шумит у нас, прямо напротив нас. Звук напоминает работу какого-нибудь... Какой-нибудь втяжной системы, очень крупной. Я даже не знаю, честно говоря, где мы. Даже представить не могу. Может быть, он что-то говорил, но... Ой, я надеюсь, я сейчас не грохнусь никуда. А, я не могу... Черт, я так и знала. Я так и знала, что мы сейчас упадем. Давайте еще раз. Подождите, я хочу куда-нибудь дойти. Опять с самого начала. А я подозревала то, что мы по лестнице спускаемся, если честно. Потому что вот я чуть-чуть направо поворачивалась. И там вообще ничего не было. Сонар не реагировал. То есть там пусто было. А я что-то ж иду, думаю, прокатит. У меня в голове-то примерно... Вырисовывается, где мы... Как-то выглядит. Харо, уже, отпусти меня. Я, конечно, могу сейчас плюнуть и пойти... Как бы, не обращать внимания... На его гор? Нет. Мы оттуда пойдем. А! Спасибо, я в курсе. Так, тут ничего нету почему-то. Так, оттуда мы пришли, по-моему, да? Да как я-то споткнулась, если вон? О, пойдемте. О, часики. Так вот, каверидор налево сворачивает. Вот туда опять налево свернул. Слушайте, а мы, случайно, не по той самой комнате ходим, а? Где костер горит. Да, по-моему, по ней и ходим. В таком случае нам, если я правильно понимаю, нам надо направо сейчас. Где часы? А, да я знаю, что здесь стенка. Подожди. Костер справа. Мы сейчас, грубо говоря, ходим вдоль стенок. Так, вот эта стеночка, напротив которой мы стоим. Это вот угол. Боже, этот звук меня убивает. Давайте туда. А, кошмар. Я чувствую себя дебилом, который ходит в одной и той же комнате. И, по-моему, это так и есть, потому что костер как бы... Вот он. Он сейчас напротив нас. Так, хорошо, сейчас мы ткнулись в угол, допустим, в левый и верхний. Допустим. Так, сейчас мы идем вдоль западной... Ой, вдоль восточной стены. Ну, допустим. Так. Сейчас мы идем вдоль южной стены. Ой, идем вперед, по-моему, да? Нет? Черт, я, по-моему, по одной и той же комнате все-таки хожу до сих пор. Пойдем туда. А, я ненавижу. Что-то здесь, честно говоря. Мы ушли куда-нибудь. Боже, этот звук мне мозг взрывает. Но без него я ничего не смогу сделать. О, по-моему, мы ушли от костер. Нет, нифига мне. Ах, что ж, 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 что ж ты будешь делать-то? Так, ладно, давайте сосредоточимся, где у нас костер. Так, вот он, напротив нас, да? Костерчик. Так, допустим. Пойдемте туда. Так, мы в углу. Пойдемте туда. Если это противоположная угла, то это хреново. Так. Да, мы идем пока что вдоль стенок. Во. По-моему, я нашла коридор какой-то. Во, я нашла коридор. Ура, господи. Аш. Так, куда? Во, радио, радио. Ура, боже мой. Да я знаю что. Во. Во, мы идем опять к выходу. Так, подождите. Так. Во, ура, мы выходим на улицу. О, боже. Спасибо. Типа, сонар будет очень полезен. Я должна следить за своими шагами. Так, вот там вот впереди как раз таки, по-моему, обрыв. Я помню, вот этот шум был впереди, и я там крохнулась. Я куда-то иду. Да это же бог не упасть. Давайте так, если мы сейчас упадем куда-нибудь, мы на этом закончим. Не дойдем мы не докуда, я чувствую. Так, там обрыв. А, так, я куда-то спускаюсь. Нет, подожди. Так, я, по-моему, на землю спустилась. Вот туда пойдемте. Скотина, радио, не пугай меня. Ой, а мы вернулись, что ли? Подождите, а мы вернулись, по-моему, да? Нет, подожди. Да, блин, мы вернулись. Да иди ты. Подожди, а где? Ага, вот выход. Надо хотя бы шаг наружу сделать, я не знаю. Что-то впереди меня так ждет, что везде обрыв, потому что вот я поворачиваюсь сейчас направо, ничего нет. Так, подождите, вот здесь что-то? А, стенка, понятно. Во. Это мы сейчас опять, по-моему, вернемся. Да, мы уходим. Блин, а? Тяжко быть слепым-то, однако, да? Так, подожди. Да иди ты. Мне бы хоть как-нибудь выйти. Нет, это так радио ведет дорога. Так, мы вернулись к радио, блин. Дайте, как-нибудь выйти отсюда. Ащ. Где я? Я опять по-моему, к радио возвращаюсь. О, господи, за что мне это? Выпустите меня отсюда. Так, мы идем по коридору, я так понимаю. Где стенка у нас перед нами? Во. Так, куда-то маму же... А какого черта тогда? А какого черта сонар тогда работал и говорил то, что там впереди что-то есть? В общем, не знаю, это очень сложно, честно говоря. Я пыталась, вы видели. Да иди ты нафиг. В общем, господи, как хорошо снова открытие глаза. Это все такое яркое сразу становится, такое насыщенное, прям красками, господи. В общем, ладно, это было странно. Полезно, конечно, так, для опыта и любопытно достаточно. Но, честно говоря, как-то вот этот сценарь, не знаю, могли бы вы заменить как-нибудь... Ну, что-нибудь тоже с сонаром, вот этот звук, во-первых, мерзкий. Во-вторых, честно говоря, он какой-то глючный, очень тяжело. Вот, например, вот сейчас я погибла именно потому, что он меня подставил. Он гудел, я сделала шаг вперед, нормально. Второй шаг, тоже нормально. Третий, тоже нормально. А на четвертом я замечательным образом полетела вниз. Причем я так потихонечку очень шла, чтобы не сверзнуться, чтобы 10 вперед шагов случайно не сделать. В общем, не знаю, как-то это было странно. Но, впрочем, ладно, чушь поделать. Вот, put your headphones and close your eyes. Закрой свои глаза, короче. Пальчики положи и закрой. Или подожди, хед... Чё? Хед... Хедфонс. А, надень наушники, хедфонс, да? Наушники же у нас. Не знаю, никогда не сталкивалась с этим. Пальчики, господи, надо же было так сказать. В общем, ладно, не важно. Я надеюсь, что эта дурька вам понравилась. Я не скажу, что она мне понравилась. Ну, это да, это было интересно. Но, как бы, мне кажется, как-то сыровато, честно говоря. Ну, ладно. Не страшно, это все-таки инди-игра. Не знаю, кто ее сделал, честно говоря. Но, опять же, не важно. Если вам понравилось, ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на канал, если вы здесь впервые. И, в общем-то, всем огромное спасибо за просмотр и за ваше внимание. С вами была Севен. Всего хорошего, удачи. Пока-пока.